Раком заболевает каждый пятый житель планеты. 70% смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем доходов. Таковы данные ВОЗ. В прошлом году диагноз подтвердили у 19 миллионов человек. 10 миллионов скончались от болезни. Из-за пандемии коронавируса онкобальным стало сложнее. Все подробности готова рассказать Асим Хасенхаза. Онкозаболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей. Сегодня 4 февраля Всемирный день борьбы с раком. Под этим общим названием скрывается более 100 опасных болезней, поражающих человеческий организм. Как сообщили ВОЗ, рак молочной железы обогнал рак легких, как наиболее частую форму рака в мире. В прошлом году было выявлено более 2 миллионов новых случаев рака груди или почти 12% от общего числа диагностированных случаев онкологических заболеваний. Впервые рак груди стал самым распространенным видом рака в мире, сместив с этой позиции рак легких, который занимал ее исторически. На третьем месте колоректальный рак или рак кишечника. Главной причиной растущих показателей рака молочной железы стало ожирение. Оно также способствует ряду других злокачественных опухолей, говорят специалисты. Почти треть случаев смерти вызваны нездоровым образом жизни, а именно недостаточным употреблением фруктов и овощей, отсутствием физической активности, курением и употреблением алкоголя. Но вот по мере роста мирового населения и продолжительности жизни число раковых больных будет увеличиваться, прогнозируют специалисты. Последние тенденции демонстрируют, насколько быстро распространяется рак. В 2000 году, например, ежегодно регистрировали 10 миллионов новых случаев, а в 2020 уже 20 миллионов. И основываясь только на демографических прогнозах, к 2040 году мы ожидаем, что будет 30 миллионов новых случаев в год. Из-за пандемии коронавируса раковым больным стало сложнее. Опросы ВОЗ показали, что примерно в половине стран услуги для онкобольных частично или вообще полностью нарушены. В частности, происходят задержки в поставке препаратов. Поэтому накануне в Брюсселе представили новый план борьбы с раком. Еврокомиссия намеренно выделит на профилактику, диагностику и лечение онкозаболеваний 4 миллиарда евро. Помимо этого, в Европе усилят компании против вредных привычек, которые вызывают рак. Отмечу, ежегодно в ЕС регистрируют 3,5 миллиона новых больных раком. Почти полтора миллиона с болезнью не справляются. Мы хотим снизить долю курильщиков в Европе с сегодняшних 25% до 5% к 2040 году. Это же касается злоупотребления алкоголем, которое мы хотим снизить до 10% к 2025 году. В мире число новых случаев онкозаболеваний в прошлом году достигло 19 миллионов. 10 миллионов человек скончались. По данным ВОЗ, раком рано или поздно заболевает каждый пятый житель планеты. Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирает. На фоне пандемии COVID-19, когда все ресурсы системы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом, ситуация лишь усугубилась. Поэтому ВОЗ предупреждают об угрозе резкого роста количества раковых заболеваний, особенно в бедных странах, где на борьбу с заболеванием не хватает средств. Вера, у меня на этом все. Спасибо о борьбе против рака в мире, рассказала Асим Хасингазы. Ну, а мы продолжаем. Спасибо. Спасибо.